Так, всем привет, друзья, вы на канале Crypto Commons и случилось очень важное событие на графике биткоина, а точнее на индикаторе Hash Ribbons, на котором загорелся сигнал на покупку. Я думаю, что многие из вас уже знают, что это такое, но так понимаю, что многие и не в курсе, потому что пишут в чате, да ладно, там в каждом видосе какой-то сигнал загорается в каждом посте, там типа Tuzamun, а мы только падаем. Но, чуваки, это очень серьезная тема, давайте с вами посмотрим, разберемся, что же это за сигнал и в каких случаях он уже загорался. Итак, в прошлом, как у нас отрабатывали эти сигналы, давайте посмотрим. Да, кто не знает, этот индикатор показывает капитуляции майнеров, то есть он замешан на аналитике хешрейта, и как вы можете видеть, у нас периодически происходит капитуляция майнеров, то есть это когда слабые майнеры покидают рынок себе в убыток, продают железо за бесценок, а сильные майнеры остаются, пережидают просадку, и после этого, когда заканчивается фаза капитуляции майнеров, у нас загорается сигнал на покупку. Посмотрите, что было в прошлый раз, когда загорелся сигнал на покупку. У нас прошла капитуляция майнеров, после этого был первый препамп, коррекция, посмотрите-ка, мы начали дампить, тоже очень похоже, кстати, на то, что мы видим сейчас. Начинается дамп, все говорят, ну все, это фейк, мы идем еще ниже, переписывают лои. В итоге что? Мы находим здесь поддержку, точно там, где загорается сигнал buy. И после этого начинаем уже сильное движение наверх. Опять же, это не краткосрочный сигнал, это долгосрочный сигнал. Он не говорит, что прямо сейчас начнется неистовый to the moon. Обратите внимание, мы также спускались практически на эти же значения через полтора-два месяца после того, как загорелся сигнал. Но после этого улетели выше. Смотрим дальше, назад в историю. Вот здесь вот сигнал на покупку загорелся после долгой консолидации в районе 18 тысяч долларов. После этого биткоин улетел на 250%. Да, здесь мы пропустили с вами, здесь он улетел на 85% наверх. Назад идем, смотрим. Эти два сигнала на покупку тоже отработали, но они были как сигналы продолжения. То есть, опять же, на консервативной стороне мы можем с вами увидеть таких и два, и три сигнала подряд. Скажем так, в ровном флете или в легком восходящем движении. Собственно, тем не менее, эти оба сигнала тоже отработали так, что мы начали расти. Единственный сигнал, который, скажем так, в краткосроке отработал так себе за всю историю, это был сигнал в конце 2019 года. Вот здесь он загорелся. Биткоин после этого все равно вырос на 50% практически, но после этого случился коронадамп. Случился коронадамп, поэтому с той точки, где загорелся этот сигнал, мы в какой-то момент уходили ниже на 44% в момент коронадампа. Но также быстро отскочили оттуда и вернулись обратно к тем же значениям. То есть, у нас с вами заняло от вот этого сигнала, грубо говоря, до следующего сигнала около 120 дней. 118 дней мы провели, грубо говоря, в этом же диапазоне. Но все равно после этого очень-очень сильно выросли, как вы можете видеть. Все, если вы посмотрите дальше в историю, все предыдущие сигналы абсолютно точно отрабатывали. Сейчас, кстати, мы больше всего похожи на вот эту вот ситуацию, где мы очень сильно упали. Первый памп, спускаемся обратно на повышающийся минимум, сигнал, флет и to the moon. Причем, посмотрите, мы во флете можем находиться еще достаточно долго после этого сигнала, поэтому не стоит сейчас бежать, продавать почку. Мы можем во флете стоять еще 2-3 месяца, как вы можете видеть. Но после этого все равно вырасти на вот 300% без малого. Например, был рост до 14 тысяч. И тоже, тоже, тоже самое. Если вы посмотрите дальше в историю, вот здесь был идеальнейший сигнал на покупку. Тоже была капитуляция майнеров. После этого следовал, опять же, долгий флет, но он был уже восходящий. И, собственно, мы за 284 дня выросли почти на 500%, на 430%. А за весь этот бычий цикл по итогам мы выросли на 3300% за полтора года после этого сигнала. Так что вот, друзья, просто вам на заметку в корзину с индикаторами еще один мощный, довольно редкий, я бы сказал, сигнал, который просто так, как мы с вами только что разобрали, не загорается. Вот. И что касается вчерашнего видео, у нас локально картина сохраняется все такая же. Мы внутри этого канала, который многие называют медвежьим флагом. Мы сейчас тремся у его нижней границы. Обратите внимание, хайконаж и свечи уже имеют зеленый цвет. Полета у нас сейчас будет хороший отскок куда-нибудь в верхней границе канала, как вариант. Может быть еще ложный пробой перед этим, может. Поэтому тут надо держать ухо во строе, но с поветру, как говорится. Так что локальная картина вот такая. В целом продерживаемся сценария в лонг, потому что все вот это падение как минимум будет закрыто в рамках даже коррекции тупо к вот этому еще большему падению. Потому что вот у нас была ABC коррекция, которая уже по всем параметрам завершена. Вот. И даже многие уже медведи переобуваются в быков. Вчера разговаривал с Redvan, с канала Genesis. Он тоже говорит, что эх, маловато закупил, рано распродал. В общем, ищет точки входа в лонг хорошие. Потому что, ребята, ну уже тут, как говорится, все видно на самих графиках. Ну и также не забывайте, друзья, что у нас с вами загорелся также сигнал дна цикла рынка вот в этом вот диапазоне. Помножаем его на индикатор Buy на Hash Ribbons. На DeskRoss также вот этих двух мувингов, 20-го и 100-го мувингов на недельном таймфрейме. Посмотрите, где они у нас происходили. Каждый раз точно на дне рынка. Там же, где и P-Cycle Bottom, там же, где и Hash Ribbons Buy. Так что, друзья мои, отдельно один индикатор может ничего и не значить. Но вместе взятые все вот эти индикаторы, это то, что вы хотите видеть для большей уверенности, для подтверждения разворотной точки. Понимаете, когда они все вместе сигналят в одно и то же время, вот где у нас есть с вами большая уверенность в том, что это действительно дно рынка. Вот, опять же, напоминаю для тех, кто не в теме, что по Cypher у нас абсолютно идентичная тема уже третий раз. Посмотрите, дно медвежьего рынка находится на третьем синем горбе с зеленой точкой. Видите, у нас здесь понижающиеся сильные волны, зеленая точка на третьем, и это является дном. Так что, ребята, вот такие вот мысли у меня. Хотел ими с вами поделиться, такие наблюдения. Думаю, что это может быть кому-то полезно. Напишите в комментариях, что вы думаете о всех этих сигналах. Ждете ли вы полноценный разворот рынка или долгую консолидацию накопления перед выстрелом дальнейшим. В общем, напишите, что думаете, и обязательно ставьте лайк, если вам заходит такое. Подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Все ссылочки в описании. Обязательно подписывайтесь также к нам в Telegram канал, чтобы не пропускать эти сигналы одними из первых, потому что в Telegram они появляются быстрее, чем в YouTube-обзорах. Вот, все ссылки в описании. Торгуйте осторожно, с риск-менеджментом. Всем профитролей. Хорошего настроения. Хорошего дня. И увидимся в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok